Сначала в Никольском поселении строили теплицы для выращивания грибов, потом начали создавать рыбонагульные пруды. Правда, только на бумаге. Результатом такой псевдо-сельскохозяйственной деятельности стала добыча песка и дальнейшая незаконная рекультивация карьеров бытовыми отходами. Если на создание водоемов у компании ТЭКО-сервис, основной профиль которой добыча полезных ископаемых, лицензия есть, то на захоронение ТБО нет. По информации правоохранительного блока, сейчас в эти карьеры завозятся бытовые отходы третьего класса, что запрещено законом. Можно завозить грунт, и это прописано в собственной лицензии. Можно завозить строительный материал, кирпичи, бетон, и тем самым заниматься рекультивацией карьеры, восстановлением. Но этого не происходит, происходит как раз свалка, незаконная свалка. Это раньше жители Никифоровского, Пронского и других деревень Никольского поселения могли любоваться красотой здешних мест. Теперь обоза самосвалов – их неотъемлемая часть. По приблизительным подсчетам, за день на карьерах можно насчитать порядка 350 грузовиков. Но дело тут не в испорченном виде из окна. Люди ходят в лес за грибами, и что они видят? Что в карьер начинает поступать вода, оттуда, снизу. Они зацепляют водяной соной. То есть сейчас создается угроза затопления деревни. От деревни 200 метров. Вот я с балкона могу помахать рукой водителей грузовиков, которые едут на карьер. Незаконное захоронение бытовых отходов со временем приведет и к загрязнению Москвы-реки, который является источником воды для жителей Подмосковья и столицы. Кроме того, рядом с одним из карьеров находится природный заказник – биостанция МГУ и карьер Сима, где пока еще можно полюбоваться редкими животными и исчезающими растениями. Но лучше поспешить, если ситуация вокруг карьеров не изменится. Они могут исчезнуть совсем. Мы уже даже поднимали биостанцию МГУ. А это не просто. Там каждое лето 300 студентов из биофака обучаются. Притем почвоведы, геологи, геолого-разведочные вот это все ведут. Они смотрят почвы, разрезы почвы берут. И действительно они видят, что уже карьеры начали рыть с 2014 года. Уже видят нарушения. Нарушения плодородности почв нарушены. Уже у нас пропадают, у нас вымирают какие-то виды животных и растений на территории. Но это уже экологическая катастрофа. Теперь бороться с недопросовестными предпринимателями. Местные жители будут совместно с главой Одинцовского района. Уже уточнен генплан поселения. Земли, сельхозназначения ими и останутся. А значит, даже добывать песок здесь нельзя. Проверкой деятельности компании ТЭКО-сервис в ближайшее время займутся правоохранительные органы. Сила в правде. Правда, я уверен, на нашей стороне, на стороне тех, кто там живет. Люди, которые каждый день видят этот мусор, которые курсируют через их узкие маленькие дорожки деревень и поселков. Они видят, когда подходит карьеру, они видят, как это все там закапывает. Без подготовки, без гидроизоляции, без ничего. Это все, к сожалению, это все делается цинично, нагло, открыто. И здесь мы должны просто подставить плечо и вместе с жителями бороться. Следить за развитием событий вокруг карьеров в Никольском поселении Андрей Иванов планирует в режиме реального времени. При этом встречи с инициативной группой местных жителей станут регулярными. Борьба с незаконной деятельностью крупной компании будет масштабной, но в рамках правового поля. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.